В одном из подъездов 55-го дома по улице Ленина уже который день кипит работа. По плану специалистов подрядной организации «Тэдол» замена лифта в этой 15-этажке займет не более двух месяцев, после чего строители возьмутся за установку соседней подъемной машины, которая тоже исчерпала свой ресурс. В рамках выполнения государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы в Солигорске ежегодно проводится замена лифтов в многоэтажных домах. Сегодня работы ведутся сразу на 16 объектах. Оперативные темпы работ позволяют вкладываться в поставленные сроки. Всего на балансе ЖКХ «Комплекс» по жилфонду города Солигорска насчитывается 713 лифтов. На сегодняшний день у нас в монтаже находится 46 лифтов. Оставшиеся 50 будут смонтированы в этом году, плюс государственным объединением ЖКХ Минской области нам доведен план еще смонтировать 35 лифтов дополнительно. Поэтому программа 2019 года будет, безусловно, она выполнена. Деньги под это есть, работают подрядные организации. Срок службы лифта составляет 25 лет. Чтобы все это время техника работала исправно, она должна проходить своевременное техническое обслуживание. Но состояние вертикального транспорта зависит и от бережного обращения к нему самих пассажиров. Как отмечает главный инженер ЖКХ «Комплекс», случаи вандализма в лифтах не такая уж и редкость. Потому для безопасности как пассажиров, так и самой техники в новых подъемных машинах установлены камеры видеонаблюдения. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям города о бережном отношении к лифтам. Они сейчас приходят довольно симпатичные, удобные. Стоят камеры видеонаблюдения в лифтах, которые вот сейчас меняются, где сохраняется в базе данных, кто заходит, кто выходит, как себя ведет в лифте, кто пишет, кто не пишет, там чего-то на них. Поэтому прошу вас относиться к оборудованию бережно. Это все-таки грузоподъемный, грузопассажирский лифт, который подчиняется правилам Госпромнадзора. За ним следят, за ним его ремонтируют, содержат в исправном состоянии. Ну и это дополнительное удобство для людей. Сегодня в монтаже находится 46 единиц вертикального транспорта. В планах у коммунальщиков на 2019 год установить 35 новых кабин. Субтитры создавал DimaTorzok